Такая конференция на Гомельшине проходит в другой раз. Лето с местом ее проведения стало брагеншина, при том, что и основная колька из докладов была присвечена этому региону. Все лета географию вырешили поширить, причем до подрыхтовки читания протягнули иснующие семейные клубы. Финансование проекту отбывается за кошт Европейского Союза. Первая основа того, чтобы люди поняли и приняли свою родину близко к сердцу и уезжая хотели вернуться, это важный момент, он связан с тем, чтобы люди знали свою историю, свою культуру, чувствовали свою общность. На протягу трех джон больше, как 50 докладов. Тематика самая разная. А до сабливостей у мясцового гончарного посуду 10-го стагодзя из Нагарской практики Палешуков до истории водного транспорта на Дняпры и повышения истории Великой Айчины празлистые джонники, солдаты, командиров Червоной Армии. Подличено, что под час войны только листов было написано каля трех миллиардов, двухсот миллионов. До нашего часа заховался не вельми шмат, а ле и яны могут многое рассказать. Что касается писем, вот там действительно люди позволяли себе рассказывать и делиться сомнениями. То есть у меня есть главы, которые посвящены таким вещам, например, как баня на войне, стирка, огороды и приусадебные участки, эвакуация, проявление национальной самоидентичности, сны и сновидения. То есть не просто в атаку ходили и да здравствуй, а все глубинные самые неожиданные стороны жизни. У дельники ловских читаний укажут, что невядомых историчных документов все меньше. Але это совсем не значит, что ничего нового в ученые доведаться уже не могут. Наверное, на этой конференции шарах докладов можно отнести до новаторских. На место современных историков могут прийти другие, которые совсем обратят внимание на что-то другое. Они могут обратить внимание на то, на что мы по каким-то причинам не смогли этого понять. То есть, конечно, могут быть найдены и новые документы. Тематика доклада у международных историко-краизнавчих читаний у ЛОВЕ различена как на специалистов, так и на звычайных краизнавцев. И, как чекается, уже до конца этого года все выступления будут опубликованы в особном сборнику. С материалами можно будет ознайомиться в библиотеках. Прежде всего, надеюсь, что сборник, который выйдет со всеми материалами, которые мы услышим на этих чтениях, это огромнейший источник для исследовательской работы. Это новая точка отсчета, ведь в совершенстве нет предела.